что такое честность слово серебро молчание золото гласит старинная восточная поговорка почему я начал с этой поговорке слова серебро молчание золото потому что я хочу вам рассказать как это связано с честностью из всех обязанностей по отношению к другим людям первейшая является правдивость словах и делах об этом сказал гегель очень здорово сказано да из всех обязанностей первейший является правдивость в словах и делах но это не так то просто быть правдивым во всех словах и делах согласно одному опросу проведенного среди молодежи 70 процентов участников назвали честность очень хорошим качеством 30 процентов посчитали это не совсем необходимым да и так мы видим что не все люди к люди к этому относятся одинаково для кого-то честность не играет никакой роли особенно в этом мире в котором мы с вами живем мы смотрим каждый день телевизор новости какие-то и мы знаем что там если может быть процентов 10-20 скажут правды то 80 процентов это как правило какие-то искаженные факты и политики обещают потом не делают да любые цифры и везде какие-то отчеты мы знаем что все это сфальсифицировано что там от от честности от правды очень очень далеко все это находится да поэтому также и в семьях мы видим как сегодня разрушается семьи как дети обманывают родители родители обманывают детей родственники обманывают друг друга друзья обманывают друг другу коллеги на работе да и очень много проблем на этот счет мы и наши дети уже самого раннего возраста должны знать о том что такое честность и верность и уважение если в семье это с детства было применялось то это очень здорово так вырастают как правило здоровые дети и здоровые семьи чувствуют себя намного лучше и также это касается и здоровья и всего остального да то есть честность она помогает нам лучше жить обычно родители не радует честно с детей если нет и честные то детки правильные до родители считают что да это хорошие дети когда все честно все рассказывает но здесь нужно обращать внимание на то что все рассказывать это тоже не обязательно потому что слово серебро а молчание золото то есть мы например да все в детстве когда я рос мы руководствовались вот этим втором вторым второй части этой восточной поговорки то есть молчание золото как правило родители спрашивали как в школе все отлично все хорошо да как там во дворе как там с друзьями все нормально все нормально пойдет и так далее тому подобное то есть мы никогда не рассказывали какие-то подробности где-то кто-то с кем-то подрался кто-то кого-то чего-то там избил где-то кто-то что-то очень много всяких вещей происходило в детстве не знаю как у вас но мы росли на улице да и поэтому у нас все это было очень сумбурно все очень много происшествий естественно об этом родители даже и подробности никакие не знали поэтому в принципе молчание это золото и это хорошо но если что-то говорили мы родителям рассказывали то как правило рассказывал я например правду да вот так 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 и действительно то что говорил да так оно и было ну а все подробности естественно не обязательно рассказывать честность она требует справедливого обращения с другими людьми быть искренним и порядочным никого не обманывайте не вводит заблуждение да это очень здорово и если мы так научимся да в повседневной жизни то это будет очень хорошо ну конечно и каждый из нас делает ошибки где-то что-то как-то можно сказать что-то не перепроверить да и может быть иногда вводим кого-то заблуждение да то есть это бывает такое ну нужно извиниться как правило попросить прощения и все это можно уладить да можно признаться извиниться и все будет хорошо также наш спутник жизни чувствует себя спокойно наш муж или жена зная что наша честность это не маска которую при случае можно снять а что это как бы часть нашего характера да честно честность это проявление любви даже к самому себе если мы решаем быть предельно честными или стараемся такими будет а выбираем любовь к самим себе ну как самого себя обманывать это как бы неприлично по меньшей мере да или совсем совсем нехорошо честность она помогает нам легко справляться самыми сложными ситуациями в жизни потому что если подойдешь где-то как-то к своему шефу или еще к другу да и откроешь ему душу если ты знаешь что можно ему довериться и тогда он тебе конечно поможет если это нормальный хороший друг нормальный хороший родственник твой брат сват там или еще кто-то то есть честно ему расскажи всю ситуацию но опять же это как правило уже нужно разговаривать с тем кто тебя не подведет это очень важно то есть доверие должно быть который к этой перзоне к этому человеку самого начала иначе никаких разговоров лучше не вести потому что потом об этом узнают все значит при этом говори правду правда она всегда освобождает можешь душу свою как бы открыть до ложь она сковывает человек если человек что-то наврал и постоянно врет и ходит такой вискованный да весь такой весь сжатый да это нехорошо это сказывается очень плохо на здоровье на здоровье и человек такой как правило со временем заболевает и еще честность это не значит что человеку надо вот так прямо раз и все вываливать потому что нередко этим можно повредить вашему знакомому другу там коллеги маме там тещи или еще кому-то и это очень серьезно да то есть не надо все вываливать не надо все выговаривать лучше промолчать и какие-то детали можно сказать обговорить но не так что прям вывалил всю правду да правда она глаза колет и как правило это может даже повредить человеку нужно полностью осознавать что за все высказано и не высказано ответственность только на тебе самом все что ты скажешь и все что ты не скажешь ответственность лежит только на тебе самом самом да и к тому же ложь и молчание это разные вещи как мы уже говорили выше врать это говорить не то что есть на самом деле то есть подгонять какие-то факты а зачастую молчание это даже намного лучше чем врать молчание это золото и как говорила это старинная восточная поговорка слова серебро молчание золото и так это было бы такое заключение для этого ролика до для этого фильма запомни слово серебро молчание золото вот я тебе желаю то что если что-то говоришь говори правду но если не что-то правда не хочешь сказать то лучше промолчи потому что от этого будет намного больше пользы и тебе и всем остальным и